Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событии 24 июня. В шведское время на этой территории существовала усадьба шведского магната, Сарская мыза. После изгнания шведов из этого района Петр и подарил мызу Меншакову. 24 июня 1710 года по указу императора Сарская мыза вместе с 43 приписанными деревнями и угодьями была подарена Марте Скавронской. Этот день и является официальной датой основания царского села. Более двух веков царское село являлось резиденцией российских монархов, одним из самых привлекательных пригородов Санкт-Петербурга. Первый дворец, каменные палаты о 16 светлицах был построен в 1724 году Иоганном Браунштейном по повелению царицы Екатерины Алексеевны на месте уцелевшей от военных действий садьбы первого хозяина поместья. Расширение царской мызы повлекло за собой увеличение количества дворцовых служащих. Рядом с резиденцией начала создаваться слобода. Постройки, располагавшиеся в непосредственной близости к императорскому дворцу, образовали сначала садовую, а впоследствии служительскую, ныне среднюю, и малую улицы. В 1728 году имение перешло к цесаревне Елизавете Петровне. До ее восшествия на престол в 1741 году единственной значительной постройкой в царском селе была знаменская церковь, созданная в 1734 году архитекторами Зимцовым и Бланком. С 1741 года царское село стало официальной резиденцией русских монархов. С этого времени началось строительство дворцового ансамбля, гидросооружений и обычных городских жилых домов. Множество выдающихся архитекторов и художников, знаменитых резчиков по камню и дереву, самых лучших кузнецов и комнитесов трудились здесь над созданием дворцов и парков. Итальянская барокко, античные и готические, египетские, китайские и древнерусские мотивы, все причудливо переплелось в этом удивительном городе. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.